Всем привет! Сегодня мы будем производить ремонт, диагностический ремонт видеокарты для майнинга Radeon R9-270 Данная видеокарта выдаёт артефакты Мы попытаемся эти проблемы устранить с помощью обычного прожектора Вот наш прожектор Видеокарточка Прогреем И узнаем, что делать дальше Это не полноценный ремонт, это просто диагностика проблемы Включаем наш компьютер И смотрим Вот, как видите, артефакты присутствуют Windows загружается, но после установки драйверов Видеокарта не работает Вот такая проблема Сейчас мы будем её устранить Вот, кстати Как видите, Windows загружается И, в принципе, работает Но после установки драйвера Изображение исчезает Посмотрим в системе, как она определяется Свойства Стандартный VGA-адаптер После установки драйвера Видео исчезает Так, пожалуй, достаточно проверки Выключаем И приступаем к ремонту Прогрев видеокарты Он Может произвести к Поломкой окончательной Видеокарточки Так что Делать это В домашних условиях Не советую Лучше отнести В специализированный Сервисный центр Не такой, как у нас У нас Простенький Сервис Чем Ременим, тем ремонтируем Так, секундочку Сейчас я Оставлю это все на место Извините за неудобство Нет возможности Нажать паузу Извиняйте Поехали Данные видеокарты Уже Прогреты Таким образом И они сейчас Работают Нечем Заменить Чипы Видеочипы Приходится работать На Прогретой Видеокарте Вот эти Экземпляры Уже Отремонтированы Таким образом И пока что Работают Без проблем Снимаем Радиатор Очищаем Термопасту И приступаем К проливу Немножко неправильно Открутил Ну вот Наша Наша Видеокарточка Разобрана Вот Так выглядит До Прогрева Данная Видеокарточка Еще не Прогревалась Насколько мне Известно Надеюсь Что Прогрев Немножечко Ее Оживит Очищаем Старую Термопасту Ж Знаю Ожил Немножечко Жена Вау Ожил Немножечко Немножечко Ожил Глок ю Mic� Ю Ожил ess Смотрите продолжение в следующей серии. Небольшой прогрев все-таки был. Видно небольшие такие. Есть небольшие потеки флюса. Надеюсь, что я ошибаюсь. Цвет самого текстолита, как видите, немножечко потемневший. Все-таки похоже, что действительно ее уже грели. Будем надеяться, что все получится. Так, сейчас я отключу это все дело. Так, выставляем по центру. Видеокарточка. Вот таким образом. Включаем прогрев. Прогревать мы будем не более 10 минут. Это диагностический прогрев. Вот, засекаем время. Значит, 30 минут восьмого. Немножко плохо вам видно, но... Так, поехали. Теперь обязательно нужно нанести флюс. Мы используем вот такой флюс. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой Fluss Untouch RMA223 Вот у нас часы Субтитры сделал DimaTorzok Ждем примерно 10 минут И выключаем прогрев Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Плюс уже начинает кипеть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok При прогреве обычных видеокарт Не игровых, простеньких Я делаю вот такие движения, чтобы Дотрагиваюсь до уголков чипа Чтобы проверить В каком состоянии чип находится Если он поплыл То нужно Выключать сразу же прогрев И Этого будет достаточно Данный чип Может Не поплыть Так как он большой И Нуждается в верхнем прогреве Еще для того, чтобы Хорошенько Прогреться И припой расставил Полностью Ну Принцип Проверки Это Конечно Вот таким образом Дотрагивайтесь Если Чип Дает Небольшое движение То Прогрев Нужно сразу же Выключать Лучше Не догреть Чем Перегреть Так как После перегрева Обычно Выходят Выкатываются Шарики Припоя И Это уже Не Исправить Без Полного Реболинга Реболинг Делают В специализированных Сервисных Центрах Где Есть Специальные Паяльные Станции В домашних Условиях Реболинг Сделать Достаточно Сложно Правильно Я имею в виду Так Уже По 5 минут Мы прогреваем Как видите Паузу Паузу я нажать не могу Так как Это Не телефон Здесь нет Паузы Можете прокрутить Дальше Если Вам не Интересно Дальше Можете прокрутить Можете прокрутить Продолжение следует... 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 Видеокарта остывает, все идет нормально. 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 Спасибо. Кстати, забыл рассказать, данную видеокарточку я приобрел за 30 долларов всего, как нерабочую с артефактами. 30 долларов это около 1000 гривен. Надеюсь, что получится ее исправить и мы сможем зарабатывать на майнинге с помощью этой. Достаточно мощные видеокарты. Еще немножечко горячий, ждем немножко еще. Спасибо. 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 Ну вот, видеокарточка наша остыла практически. Можно устанавливать радиатор и проверить. сейчас мы это и сделаем. Напомню, это у нас ремонт видеокарты AT Radeon R9 270 модель. Вот, R9 270. Только что мы прогрели данную видеокарту и будем проверять результаты нашего прогрева. так. Протираем остатки. Отлично. 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 Наносим новую термопасту и собираем. Система. Так. Пожалуй, достаточно. Вот так выглядит радиатор. Подключаем обязательно питание и аккуратненько накрываем. Открываем. Так. Вот так. И, конечно, фигмент. Так. 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 Вот таким образом мы хорошенько размастили термопасту, распределилась она по всему чипу тонким слоем. Ну вот, кажется всё. Сейчас будем проверять. Так, надеюсь, что прогрев дал результат и артефакты исчезли. Вот такая у нас мощная видеокарточка была на ремонте. Приступаем к диагностике. Если она заработает, то попробую на ней майнить эфириум. Будем майнить на данной видеокарте. Около двух долларов в день должна выдавать. Главное, чтобы ремонт был удачным. Напомню, это у нас диагностический ремонт. Это не совсем ремонт полноценный. Это для диагностики. Если прогрева дал результат, то нужно сделать полноценный реболинг видеочипа. Имейте в виду. Так. Настроили. Подключаем компьютер. И смотрим. Изображение есть. Отлично. Всё получилось. Это просто супер. Как видите, артефакты исчезли. Система работает. Запуск произошёл, артефактов нет. Это очень меня радует. Есть вероятность, что она будет работать ещё даже без реболинга. Долго и счастливо. 3D теста у меня нет, так что просто запустим систему и увидим всё как есть. В описании к видео я вам отпишусь, как она работает при майнинге. или не зависает, или не появляются ли артефакты в дальнейшем. Отлично. Система работает. Драйвер мы установим и проверим уже, насколько она ожила. Данный прогрев может проработать месяц-два. А может и больше, но это не даёт гарантий, что видеокарта будет работать постоянно без проблем. На крайний случай, если вы не хотите выбрасывать много денег на ремонт и вам видеокартам не жалко, можете поэкспериментировать, прогрев видеокарточку в домашних условиях на прожекторе. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Комментируем. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok